Через 100 дней в 11 городах России стартует главный футбольный турнир мирового масштаба. Особое значение этой дате придает и Сочи, ведь уже через несколько месяцев курорт примет 6 матчей турнира. На стадионе Фиш сыграют сборные Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции. А это значит, что предстоящим летом город встретит и тысячи российских и иностранных болельщиков. Город к еще одному празднику спорта готов, заявил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Мы хотим, чтобы наши гости были удивлены и красотой, и благоустройством. И поэтому наметили для себя практически столько же работы, сколько в преддверии Олимпийских игр. И хочу сказать, что будет очень красиво. И это еще продвинет наш город в мировом туристическом сообществе. Площадь не только эта, но и та площадь, на которой у нас расположены герои кинофильма «Бриллиантовая рука» и тоже фан-зона. И практически мы рассчитываем, что 10 тысяч гостей и жителей города Сочи ежедневно смогут находиться здесь, на фан-зоне. После 25 марта площадь Южного Мола будет закрыта на реконструкцию. Здесь, на основном городском месте притяжения болельщиков, помимо всего прочего, появятся огромные экраны, на которых будут транслироваться матчи FIFA. Главные же сочинские болельщики юные футболисты с нетерпением ждут в Сочи именно российскую сборную. Ну а после Мундиали рассчитывают воспользоваться наследием чемпионата мира по футболу. А это четыре футбольных поля, помимо стадиона Фишт. Надеемся, что сборная России попадет хотя бы в полуфинал. Надеемся, что она приедет в 1-4 на наш стадион Фишт. Будем их очень ждать. Будем болеть за них. У нас в Сочи есть прекрасные поля. Помимо Фишта у нас еще четыре поля. Надеемся мы, ну не надеемся, скорее всего мы будем играть на них после чемпионата мира. Они останутся нам. Мы очень счастливы, что они на самом деле останутся нам. Очень хороший газон и будем счастливы сыграть на них. Думаю, мы будем играть лучше на этих стадионах. Итак, чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Россия и Сочи, в частности, встречают ровно через 100 дней. Обратный отчет стартовал. Три, два, один. 110 чемпионатов мира. Ура!